Практика показывает, большинство вопросов, с которыми к нам приходят люди, касаются оформления наследства после граждан, умерших на неподконтрольных Украине территориях, рассказывает руководитель третьей нотариальной конторы Наталья Костецкая. Первое, что необходимо сделать, так это подтвердить факт смерти своего родственника и получить документ украинского образца. Для этого нужно обратиться в суд. Согласно действующему законодательству, решение суда об установлении факта смерти будет являться основанием для того, чтобы наследник получил на территории Украины свидетельство о смерти определенного образца. Для государственной регистрации такого факта. На временно оккупированных территориях двух областей остались все документы, хранящиеся в нотариальных конторах. В 2014 году их не смогли вывести. По этой причине у тех людей, которые подавали заявление о принятии наследства, и возникают проблемы. Но опускать руки не стоит, советуют специалисты. Выход один. Они свои права могут защитить только в суде. То есть наследникам нужно будет обращаться в суд и в судебном порядке на территорию Украины решать вопрос по праву наследования. В каком городе нужно заниматься оформлением наследства? Это еще один из самых актуальных вопросов, которые задают клиенты. В данном случае речь идет о переселенцах. И в случае смерти такого лица, местом открытия наследства, согласно общих правил Гражданского кодекса Украины, будет его последнее место проживания как внутренне перемещенного лица, что подтверждается справкой о взятии его на учет как переселенца. Все государственные нотариальные конторы выехали с временно оккупированных территорий. Чтобы получить информацию об их новом месторасположении, необходимо обратиться в Главное управление юстиции в Донецкой области. Это подразделение сейчас находится в Краматорске. Получить подробную информацию можно по телефону 050-628-79-49, 066-574-29-75, 097-968-20-59. Елена Гнездилова, Алексей Клименко. Информационная программа «Зеркало».